Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как слушать себя, слушать внутреннее я, внутренний голос. Потому что он нам о многом рассказывает. И здесь вы можете получить неисчерпаемый источник знания. Когда вы чувствуете себя, то есть не просто вымышленное я в игре, как вот эту личность, о которой мы так много говорим. Нет, это внутренний голос, то, что идет как поток от души, как канал даже от высшего я. Тут очень важно понимать такую суть. Это то, что есть, по сути, внутри вас. Но вы можете это чувствовать как что-то отдельное, кто-то чувствует как что-то внутреннее. Самое главное, это идет по каналу, по каналу совести. И у каждого человека есть этот канал. Это не значит, что у кого-то его нет. Просто у кого-то он больше закрыт, у кого-то в меньшей степени. И вот когда я провожу человеку процессинг, я помогаю этот канал открыть. И человек начинает чувствовать связь с высшим я, связь с внутренним я, вообще связь с самим собой и связь со Вселенной. Вот сейчас, буквально 5 минут назад, я вернулся из такого, можно сказать, солнечного прекрасного дня на море. И когда солнышко попадает в глаза, оно рождает нечто такое совершенно новое. То есть оно рождает, по сути, связь с Богом. Ведь вы знаете происхождение слова «вера». То есть это ведание «ра» исходного принципа, исходного источника. И ни для кого не секрет, что раньше люди считали этим источником света и любви солнца. То есть это не то, чтобы, как говорят, поклонялись солнцу. Солнце – это светило, которое дает энергию. Мы его наполняем своей любовью, зажигаем. А оно дает нам энергию, с помощью которой мы все живем. То есть растениям, животным, нам, как людям. Вот. Это происходит как взаимообмен. И такой же взаимообмен происходит между всеми людьми, между мной, вами сейчас. То есть я что-то доношу, какое-то знание. Вы это знание получаете. И тоже даете какой-то обмен мне. В виде обратной связи, комментариев, посылания своей любви. Вот так происходит между всеми людьми. То есть мы все это как единый организм, единое целое. И вот таким образом получается, для того, чтобы лучше понять себя, вот понять свое «я», очень важно научиться это делать, то есть открывать этот канал. То есть и когда он закрывается, то есть что происходит? Человек перестает прислушиваться к себе. Закрывается он по причинам того, что у человека наступают какие-то травмы, как физического характера, так и психологического. И человек начинает чувствовать, что он больше, ну вот этот канал не чувствует. То есть он начинает отвергать то, что приходит по этому каналу, не доверять себе, ну можно сказать, как говорят, не ведает, что творит. То есть он просто что-то делает, не зная зачем, почему, то есть движется, непонятно в каком направлении. Ну и соответственно приходит туда, куда ему не нужен. И вот когда вы учитесь чувствовать себя, то вы чувствуете, куда нужно идти, куда ведет вас эта связь. То есть приходят какие-то знаки, приходят какие-то, ну скажем так, подсказки. И вот следуя им, вы идете туда, куда вам нужно. То есть вы получаете приглашение, вас направляют, вот что происходит. И получается следование вот этому каналу, следование пониманию того, куда идти, оно приводит вас по жизни в правильное место. И вот для открытия канала мы убираем эти моменты более бессознательности, потому что они налипают на человека и проявляются как в виде энергетические сущности. То есть как моменты, когда, ну скажем так, человек не понимает, что там произошло в полной мере, и там это чувствуется как негативная энергия. Вот. И мы эту энергию очищаем. То есть мы не то, чтобы что-то там, ну не знаю, как-то подавляем, ее обесцениваем или выгоняем. Нет. Этого не происходит. Происходит простая вещь. Мы берем и помогаем ей освободиться. То есть освобождение происходит каким образом? Тем, что мы находим, когда это произошло, откуда это идет, и даем возможность этому уйти, освободиться, то есть покинуть пространство и вернуться в состояние источника, в состояние, откуда оно все вышло. Вот. И таким образом происходит исцеление. Как у самого человека, так и у этой энергии. То есть получается тоже взаимообмен. Вот. Получается, когда мы проводим процессинг, я провожу процессинг, то помогаю этой энергии исцелиться, то есть уйти, уйти и вернуться в исходное состояние источника. И это происходит, получается, для каждого блага То есть для человека, который гармонизируется И для той энергии, какая бы она ни была, от кого бы она ни пришла Она возвращается в исходное состояние В исходное состояние спокойствия, гармонии, теты, благополучия И вот таким образом мы действуем на основе всеобщего благополучия Давайте сейчас сделаем небольшую практику и посмотрим, как это работает То есть закройте глаза, сядьте в удобном месте, где, ну скажем, вам никто не потревожит несколько минут Закройте глаза, почувствуйте пространство, ощутите себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве И посмотрите, что происходит вокруг вас Почувствуйте энергию вокруг вас, какова она Прислушайтесь к своему я, своему внутреннему я, своему внешнему я Почувствуйте этот канал совести, какого он И когда вы его почувствуете, посмотрите, какая информация идет к вам Что говорит вам это Какое послание вы получаете Почувствуйте это послание, каково бы оно ни было То есть не закрывайтесь от него Дайте ему возможность проявиться Каково бы оно ни было, это послание Дайте возможность ему проявиться, чтобы оно Подсказала вам, как действовать правильно Если это подсказка, ну даже может быть вам не нравится в какой-то степени Все равно дайте возможность ему проявиться Вот, вы почувствуете То, что очень важно для вас Реализацию И это может быть любая подсказка Это может быть что угодно Главное дайте возможность ему проявиться Это может быть куда вам нужно пойти С кем встретиться, куда поехать Или что делать, чего не делать Пусть проявится через вас И когда оно проявится, поблагодарите за это Поблагодарите за проявление этого Пусть это проявление будет с вами И когда вы почувствовали это проявление Дайте возможность ему реализоваться в вашей жизни То есть не надо его оценивать с помощью ума или как-то еще, просто дайте ему возможность реализоваться. Пусть оно пройдет через вас и войдет в вашу жизнь. А потом, когда оно реализовалось, почувствуйте его в полной мере, каково оно, как происходит эта реализация. И когда эта реализация наступит, опять же таки, наблюдайте за собой, что происходит с вами. Возможно, придут какие-то новые понимания, будьте открыты ко всему, что приходит. Вот эта открытость позволяет мне достигать тех вещей, которые другие люди не достигают. Дело сейчас даже не в каких-то материальных достижениях, а в чувствовании. Вот когда вы чувствуете, то как раз это и то, что необходимо, то, что будет вести вас по жизни. Давайте возможность этому каналу все больше и больше открываться, расширяйте его. То есть то, что приходит к вам, это и применяйте в вашей жизни. И благодарите за то, что приходит. То есть просто мысленно или в намерении говорите, посылайте, благодарю, благодарю, благодарю. Я так тоже делаю на постоянной основе, поддерживая связь с источником. И таким образом будет происходить ваша гармонизация. Если у вас что-то не получается или остались какие-то вопросы, то вы напишите мне в личные сообщения. Все мои контакты указаны под этим видео. Там и Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, Viber. То есть пишите в любом источнике, где вам удобнее, в любой соцсети. Быстрее всего я отвечаю в Viber, но можно писать, где вам удобнее. Вот на этом мы завершим эту практику. И дайте ей перетечь в вашу жизнь, чтобы она реализовалась в вашей жизни. Наблюдайте за теми изменениями, которые будут приходить к вам. И затем напишите их в комментариях к этому видео или мне в личные сообщения, как вам будет удобнее. Также в описании к этому видео будут мои книги «Мир и вечного познания» и «Полное исцеление», где вы сможете гораздо больше узнать о том, как происходит исцеление, как можно создавать целые вселенные с помощью своего намерения и как можно исцелить самого себя и своих близких. Об этом эти книги, их можно скачать по ссылкам в описании. И, конечно, если это видео вас порадовало, понравилось вам, то поставьте палец вверх, это отметка нравится, колокольчик там такой, тэнзинь, подписка, ну, чтобы новые видео, которые выходят на моем канале ежедневно, у вас было напоминание. И, конечно же, поделитесь этим видео с вашими друзьями, чтобы они тоже его посмотрели. Пишите комментарии, это будет очень большая поддержка для меня и моего канала. Вот. На этом мы будем на сегодня заканчивать. Сейчас на вашем экране появились видео, посмотрите их, вот они тут. Два видео и о процессинге, о том, как избавиться от негатива, и, конечно, мой сайт и подписка на канал для тех, кто еще не является подписчиком. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, это канал Академии Счастья. Мы увидимся с вами совсем скоро, завтра в следующем видео. До скорой встречи и всего наилучшего!